Сегодня я видел зло, пишет о процессе пенсионного фонда против двух российских сирот в своем аккаунте в Фейсбуке Курганский юрист Артур Рудаков. Нет, не в лице мента, прокурора или судьи. В лице субтильной скромного вида дамочки, представлявшей в суде отделение пенсионного фонда в Неклиновском районе Ростовской области. Из таких одинаковых дамочек там все отделение состоит, надо сказать. Фабула дело такая. Есть две девочки, у которых сначала умерла мать, а потом отец. После отца остался сертификат материнского капитала, который они хотели переоформить на себя, есть у них такое право, так как они одни остались. А им сейчас 20 и 19 лет. Приходят в пенсионный фонд, им говорят, идите мол подальше, вы совершеннолетняя, и вам не положено. Так ведь отец умер в 2014 году, им тогда было 14 и 13. Вот тогда бы и приходили. И ладно бы была какая-то спорная ситуация, это можно было бы понять. Но в законе, который регулирует вопросы материнского капитала однозначно сказано, что право на переоформление сертификата у отца возникает после смерти матери, а у детей – после смерти отца. Заявление дети могут подать в любое время после возникновения права. А потерять это право дети могут только в одном случае, если умрут. Там нет ничего про то, что право возникает после подачи заявления, по заявлению только сертификат выдается, а право возникает напрямую из закона. И также там нет ничего про то, что право теряется с достижением совершеннолетия, только со смертью и никак иначе. Но тетки в отделении стояли против двух сирот насмерть. Это ж невозможно в России, чтобы чиновник в ситуации, малейшим образом отличающийся от стандартной, трактовал эту нестандартность в пользу гражданина. Даже если гражданин в своем праве. Мы ж не Литва какая-нибудь бездуховная. В итоге, иск в суд с требованием о признании права на мод капитал и признании действий ПФ незаконными. И вот моя оппонентка в суде рвала и металла, перевирая одни нормы закона и на ходу выдумывая другие. Вцепилась в этот сертификат так, как будто эти два ребенка, простите, но 19 и 20 лет, это все равно еще дети, хотят вырвать его у нее лично. Честно сказать, от этой позиции и способа ее защиты обалдела даже судья. Право у них было, когда они были несовершеннолетними. Вот тогда бы и обращались. В законе сказано, что они в любое время могут обратиться после возникновения права. Вот, сейчас и обратились. Мы по-другому читаем эту норму закона. Вы могли бы как-то подсказать им, откуда они знали? Это сказала судья. Это не наша функция. Вы считаете, что право в данном случае не следует из закона, а возникает из заявления? Да. Сошлитесь на норму закона, где это написано. Статья 5. Там написано совсем другое. Вам дать почитать статью, чтобы вы уточнили позицию? Не надо. Вот обычно это про каких-нибудь ОМОНовцеев говорят. А вообще я тут тоже представил, вот приходит эта дама домой. К ней дети выбегают, мамочка вернулась как дела на работе. Да плохо, отвечает мамочка. Дралась сегодня в суде, как лев, хотела двух сирот без маткапитала оставить. Нечего государственные деньги на всякую ерунду разбазаривать. Так какой-то козел приехал, типа самый умный, да еще и пальцем показал и оскорбил. Девочки в 13 и 14 лет остались без родителей. Они в это время не учились на юрфаке, им никто ничего не подсказал, никто не помог. Они обратились сейчас за тем, на что имеют полное право. Но этот вот гасорган в совершенно бесспорной ситуации им отказал самым бесстыжим образом, я уж не говорю, что незаконным. Это совершенно возмутительно. Да пусть в аду горят вместе с судьей, давайте ужинать. Да, поскольку дело не политическое, правду здесь оказалось можно найти уже в районном суде. Случается и так, иск был удовлетворен. Будем обжаловать, а был суд поправит, обиженно бросила защитница интересов Российской Федерации судье, выходя из зала. Нет, друзья, такую позицию отстаивают не потому, что начальство приказало, хотя и начальство тут тоже не люди-мутанты. Ее профессиональная обязанность как раз и состоит в том, чтобы прочитать внимательно закон и донести до начальства, что в нем написано, а не выдумывать того, чего там нет. А если начальство все равно заставляет гадить людям, беззащитным, надо сказать, кому гадить стыдно, то его всегда можно послать. Тем более, что зарплата весьма скромная, так что совсем не жалко уйти в гораздо лучше оплачиваемый юротдел какой-нибудь коммерческой организации или вообще в адвокаты. Но нет, они предпочитают мордовать детей, которые докучают им своими нуждами. Расчет прост, за них-то, как правило, некому заступиться. И вы знаете, я думаю, что такие вот женщины тоже суть то самое зло. Где-то они даже хуже тех, кто дубинами людей бьет на мирных акциях, у тех-то печать дьявола прямо на видном месте. Об их жертвах пишет новая газета, за них дерутся правозащитники, лучшие адвокаты защищают избитых в судах, а моих – нет, частный случай, общественного интереса – ноль. И пережевывают девчонок мощные безжалостные челюсти скромных тоненьких и толстеньких дам из пенсионного фонда. И ведь при этом еще и сами умудряются вызывать к себе жалость. Но как же, работа ведь такая. Больше того, кто-то скажет, что они хорошо ее делают, что так и надо. А то, что при этом суды испытывают совершенно ненужную нагрузку, что тратится время людей, что детей оплевывают, всем видом показывая, что они никто и звать их никак и главное, что большинство их просителей о своих правах без понятия, для них эти тетки всегда правы, это вроде как и должно быть. Вот такие мысли посещали меня, когда возвращался я с этого суда.